Чтобы в этой жизни вы не делали, вы подыхаете, вы все подыхаете, подохните, ты трупы, ты трупы, ты, все вы трупы. В принципе, убивать не обязательно, хотя хотелось на его старой жопе испытать мой кнут, но у меня вроде не тот самый кнут, тот самый кнут можно попытаться еще из гнезда вытащить, но тот, что может Венрика угрохать одним ударом, ну или двумя, как повезет, что тоже, в общем-то, неплохо. Видели, как босс дохнет с двух ударов, и я не видел, а посмотреть охота, только не на ютубе, а вот так вот, прям самому. Интересно, что в этой долбанной телеге, что там трясется? Ослати. Его в честь осла какого-то назвали. Вау, 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 да тебе хамить опасно, походу. Быстро он с меня блок сорвал. Шустрый пиздюк. Да-да-да. Он как-то обреченно замер, когда я прыгнул на него. Возможно, он искал смерти, но вот, наконец-то, он и сдох. А, а если я зажгу здесь свет, интересно, что будет. Какой грешник. Да, продолжаются наборы слов в этих сообщениях, а вот это, наверное, один из самых крутых моментов во всей игре. Когда я первый раз сюда вошел, я замер с тупым выражением на лице и в итоге сдох, конечно же. Вообще, позже у меня появились подозрения, что это ногой сит. Что это скелет ногого сита. А, только почему-то он не шевелится, нихера. Не знаю, в чем дело. Но он должен был атаковать. Странный, странный. Долбанная куча костей, через что? Прикоснуться к пятну крови, но это не то. Непонятно, непонятно. Что-то хуйня какая-то. А, и здесь сидит же этот колдун. Здесь везде написано, не смей, не смей, отступи, не делай этого. Но я, естественно, не послушался и сделал. Я его выпустил и остался без кольца. И так два раза. Я только потом узнал, что сначала надо к нему подойти, с ним потереть. Он даст квест на кольцо, которое дает резисты. И это очень круто. Да, как-то догадался. Ну давай. Он вроде просит кого-то убить. Да-да-да, этот глупец мечтал принести... А, это он про Алдию. И он случайно создал мага-психопата-убийцу, которого, если отпустить, он будет нападать на вас примерно раз в 20 минут в замке Дранглика. Тупой урод. А, у него раздвоение личности. Возможно, что это и есть тело Алди, которое покинул разум или хер его знает. Итак, он сейчас попросит кого-то убить. А почему бы не убить его самого и не ограбить? С него какая-то шляпка падает. Гиллиган. Жадный. Блядь. Миниатюрную лестницу. Я ее покупал, у него этот Гиллиган с Саной живет. Жил, был, стоял в земляном пике, вот там на карнизе, куда я спускался, но его там теперь нету, блин. И где, сука, мать твою, должен тебе его найти? Хрен ты. Моржовый. А? И какого хера этот дракон закрывает мне лестницу? Мне как пройти-то? А, ну в принципе, тут... Блядь. Тут Стас Борецкий пройдет в полный рост. Гиллиган. Блядь, я хуй... Надо на Дарк Соусу Вики пиздавать, а как еще? И вскрылся очередной баг этой замечательной игры. Оказывается, что если убить королеву Миту до того, как поговорить с Гиллиганом, Гиллиган исчезает. Появляется только на новой игре плюс. Так что я, блядь, опять остался без этого ебучего, блядь, во все дыры, саново, блядь, нахуй, кольца. И пиздец, как меня это расстраивает. Заебало. Это одна из тех вещей, блядь, из-за которых я вообще прохожу эту, блядь, замечательную игру уже, блядь, третий ебаный раз. Чтобы он, нахуй, блядь, не знаю, аж бесит. Одно нахер расстройство. Да, блядь, вы свой звук и заклинания, блядь, смотайте в трубочку и суньте сего, блядь, в жопу. Сколько можно их находить? Блядь, одни заклинания. Тут мечей в игре столько нету. Блядь, одна магия, ёб твою медь. Да хуй ты оттуда вылезешь, блядь, агребай, тварь. Нет, он все-таки вылезет. Это тупой момент, честно говоря, ни хера не понимаю, зачем, куда они лезут, чего это, блядь, то это такие. Хоть придумали бы какие-нибудь основания для этого тупого вторжения. Ну вот я его убил, и чё. А этот торчит тут наполовину. Большая душа отважного воина, да, да, да. И ещё один. Вообще, это зеркала, наверное, такие же, из которых сделан щит у зеркального рыцаря. Бэкстаба его, нахуй, бэкстаба. Ёпта, чё ты, чё ты его мачешь-то? В принципе, они долго собираются с мыслями, после вторжения стоят, как пассивно. Можно их уже отлупасить, 4 раза успеть. Северное ритуальное кольцо, плюс 2. Обоссаться. Знаете, почему это кольцо, плюс 2? Потому что оно на сраную магию... На сраную магию колец эта, блядь, игра вообще не жалеет. Вот оно. О, блядь, две ячейки заклинания. Ёптвою медь. Если у меня ни одного нет, то нахер мне ваше кольцо? Да-да-да-да, сейчас я тебя, блядь, обойду, подожди их, сука. И нихуя, потому что бэкстабы в этой игре тупое говно. Зато в ПВП они, блядь, иногда прям во фронтальную проекцию проходят. Вот человек тебе подходит, бьёт тебя в щит, а хуяк бэкстаб начинается. Супер, блядь, супер. Разработчик должен написать книгу, как сделать вроде бы прикольную игру, но которая будет работать через жопу и всё равно много кому понравится. О, да. Покупайте. Покупайте создатели Resident Evil Revelations. Да. Непонятно почему, но этот ссаный, блядь, вонючий, долбаный дракон ни хера не ожил и не напугал меня ещё раз. А мне так нравилось, когда он оживает, твою мать. Это полное дерьмо. Напишите в комментах, какого хрена он ничего не делает. Почему он, блядь, не ожил? Так, а там путь наверх приглашает бегемот, который нахрен не нужен. И вообще абсолютно незачем размораживать, он там стоит за каким-то хреном, блядь. В принципе, можно на него и просрать ароматную ветвь, если вам делать нехуя. Блядь, 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 блядь. Редрись, редрись. И всё, мимо, мимо, мимо. А очень мало дамаг нах... Этими арбалетами тьмы, блядь, наносится по этой ссаной херне. При этом сама она просто убогое говно, она ни хрена не дамажна. Может только, блядь, плеваться своим вот этим окаменением, блядь, для Боссона. И... И дохнуть, конечно же, у неё хорошо получается. Это всё. Ну и что там с тебя выпало? Капюшон мудреца дракона. Алая вода. Ну-ка посмотрим, что за капюшон мудреца дракона. Я же мудрый, я имею право носить капюшон мудрой, блядь. Ёпта, это... Это знаете, как должно называться? Должно называться лоскуты, блядь. Потому что это ссаная, блядь, мать... Какая-то мочалка, блядь, сорванная, блядь, со школьной швабры и в неё ещё стекло сделано, типа этот видок, олдскульный ужасник про чувака в зеркальной маске. По-моему, такое говно, чувак в зеркальной маске. Вот у Фредди Крюгера маска была почётная. Какого хрена? Тут надо так далеко идти, да к этому сундуку. Ёпта, неужели его поближе было бы где-нибудь поставить? Вся игра, одна ходьба, она... И, конечно же, это ни хрена не мимик. А чё-то столько народу здесь подохло. Представляете, они идут и думают, дай-ка я, блядь, сдохну здесь, а? Посреди дороги пусть все ходят и удивляются тому, а кто это здесь подох? Почему нельзя факел всплымить от свечки, пожечь это дерьмо? Не смей, не смей, чё не смей? Факел тогда ключ. Какой ключ? Не знаю, какой ключ, но поверю и проверю. Где, где мои эти зажигалки-то? Вот она. Чмых. Здравствуйте. Чем могу? Блядь. Я тебе сейчас в жопу засунул, чувак. Ты, блядь, охуеешь, насколько у тебя вместительный пердак, блядь. Пошел нахрен. Пошел в жопу со своей кочергой, блядь. Да и нихуя себе ты, блядь. Не знаю, в какую игру ты играешь. Может, ты играешь в Demil My Cry, блядь, но здесь Dark Souls. Тут нельзя так пизить этой косой. Пошел нахер. Съебываем. Хуя себе, блядь. Ван Дамм такой напал. Ёб твою мать. Батюшки-сратюшки. Что же, блядь? За хуйня такая творится-то? Ебать. Ты еще и уорочек охуительный. Да вообще, блядь, классно. Да ты лучше, чем я играешь, блядь. Иди, Венрика убей. Хоп, твою мать. Да, твое мать. Если написано не зажигай, то не зажигай. Нехрен лезть без мыла в жопу. Народная мудрость. Блядь какая. Да ты посмотри. Может, я случайного пацана призвал из альтернативной реальности? Он на самом деле круто играет. Нет, он говнюк. Умри. Он был порван. Просто порван, как баян на свадьбе. И хер, что с него выпало. И тогда ключ. Какой ключ? Где ключ? Мне ключ обещали. И хрен на рыло положили вместо этого. Отлично, блядь. Обожаю. Старая добрая наебалова. Вот она. А если я еще где-нибудь здесь факелы позажигаю? Интересно, какие еще чудеса тут могут происходить? Так, ну это понятно. А не оживет. Тут я пришел. А тут можно спуститься. И вот этих говноедов можно еще разморозить. И наверняка в одном из них что-нибудь, сука, спрятано, блян. Ну точно не в бегемоте. Так, тут ни хера. Да. Ключ от цитадели Алдии вообще-то был, знаете, где он был? Там, где собаки в кислоте бегают, которые шмотки разрушает. Вот. Нифига себе. Срежу-ка я. Какого хрена ты сюда бежишь, сможете спросить вы? А я вам скажу. Я бегу зажечь эти два факела на стене, о которых я подумал и зажигать не стал. Ведь может, если я их зажгу, что-нибудь случится очень кайфовое. А? Например, кто-нибудь вылезет из этой телеги? Или, например, они вообще нихуя не зажигаются? Да пошла ты. Блядь, игра. Я тебя не понимаю. Чё ты вообще... Так, блядь. Сука, вот почему он своим рогом не даёт мне здесь пройти? Да, ну дракон, конечно, прикольный. Фотка, фотка на рабочий стол. Уи-и-и-и! Это я здесь, это я там. Классно. У каждого, наверное, кто ходил на выставку этих живых динозавров, которые на самом деле роботы, есть фотка, где он там голову в пасть засунул или ещё что-нибудь. Да, цитадель Алди теперь стала крайне тупой локацией без вот этого костяного дракона, который создавал ей вид. Видите, что у дракона нету задних ног, нету тела, вот у ногого сита тоже не было тела. Как, насколько мы помним, он рос из какой-то кучи всегда. Вот, может быть, это всё-таки ногой сит? Как вы думаете? А? Ну, что-то большой больно какой-то. Непонятно. А сколько у меня этих ветвей? Может, у меня хватит, чтобы всех спасти? Нет, у меня одна. И я не возьму на себя ответственность выбора. Их тут очень много, смотрите, она тут... А, этих нельзя разморозить, только бомжей. Ну, значит, это что-то дозначит. Тень. Может, помочь язык и тогда выпад. Ты чё вообще? А чё тут так темно? Ёп твою мать, они чё, везде... А, о! Слава богу, да. Та-та-ра-дам! Эгэй! О, блядь! Мимик сидит, ёптель! А, ну-ка, спускайся. Морда, блядь. Ну, и чё? Мне кажется, он оттуда не выберется без моей помощи. Да, я знаю, что они тут за картинами сидят, вообще не новости. Кстати, насколько я помню, они мощно дамажат. По большому счёту, говно ещё то. Огименевшая кость дракона, да, из них лут-то прямо валит. Сука, как мимика оттуда стянуть, а? А шо если вот в это стрельнуть? Не? Мимика надо подбодрить, наверное, чтобы он активнее клетку ломал. Да, ёптвою мать. Почему через него стрелы пролетают? Наверное, они в какой-нибудь комнате сделали рычаг. А сколько здесь бегемотов теперь, ёптель? А это что за уёбище? А, это демон. Это раньше к забытой грешнице на пути стояли эти черти. Теперь там стоит гибкий часовой. Который слишком хорош, чтобы использовать его в этой игре только один раз. Окаменевшие кости дракона тут... Нет, не так. Кости окаменевшие падают, как охуевшие. О. Просто с каждого падает, блядь. Чё за звук-то? Эта кость нужна, чтобы пушку из души босса, между прочим, затачивать. И так они оголтело тут валятся. Мерцающие титаниты добывать сложнее. Давайте, показывайте. Что-то здесь наверняка где-нибудь спрятали. А, нихрена. А здесь тоже нихера. Понятно. А, ну да, здесь же секретная стена нашлась. А это, думаю, здесь или... Али не здесь. Оп. Вот так вот костёр зажжён. И здесь опять можно зажечь это говно и с кем-то сразиться, наверное, ну-ка. Не смей. Конечно, посмею. Ещё как посмею. Я думаю, блядь, здесь для того и написали, чтобы. о, да, сучка, опять он. А я другой уже с двуручником. Ну давай, у тебя двуручник, у меня двуручник. Выясним, кто из нас мастер двуручного меча на самом деле. Да почему не бэкстап, блядь? И нахер. Что-то на нём одето за лохмодрыщ какой-то, блядь. Что, обычный бомж, блядь, с мечом. Со здоровым, надо сказать, на сука... Кстати, что это за меч у него такой нихеровый? Блядь. Ага, хуй тебе, блядь. Опа-на, и вот так вот, блядь, а, каково. Да, ты думал, что я, ха-ха, а я-то, ого, блядь, вот так вот, блядь, да, место знает, тварь, ёбаная. Так, хе-хе-хе-хе. Блин, надо меч чинить, сука, всё поломалось, нахрен, блядь. Этот меч из чего, блин, сделан из говна, слепленный, или, блядь, из стали выкован, кого хер он ломается обо всё подряд. А, вещь, которая более твёрдая, не может ломаться, а вещь, которая более мягкая, ёптель, чё за нахрен. Бля, а как насчёт просунуть руку между этих прутьев, между этих прутьев твоя жопа пролезет, ты руку не можешь просунуть и забрать лут? Чёрт бы тебя побрал, да что ж такое-то? Ну, да. Да, и да, стрелы тоже не пролетают сквозь эти блядские прутья, это ж, это ноу-хау этой игры. Здесь на глаз никогда не определить, что куда пролезет. Да пошла ты, это вот, это может длиться вечно, я думаю. Бой с этой сраной собакой. Или мы возьмём двуручный меч и пройдёмся ей вдоль горбов, блядь, тварь саная. Ты посмотри, чё сделала. Блядь, они хотят, чтобы я дрался с ней в одних трусах, да? Прямо всё с себя снял, пошёл тут, походил, блядь. Потом опять два часа стал всё одевать на место, чё ж нет, офигительно. Интересное занятие. Бам, посраки, давай. Камон. Нагреби ты сюда быстрее своими ластами. Как она в луже блевотины там плавает? Да ёб твою мать, а вот она достала. Может мне надо было, блядь, этой собакой играть, а не этим тупым повым? Ай, нахуй. Всё ломается, блядь, сколько хочется. Манал я, блядь, я лучше починюсь, слетаю, чем буду раздеваться, блядь. Так меня это бесит, эта процедура, это просто огонь. Гейзер, душа каменевшая кость дракона. Да пошла ты нахуй, всё разъебошилось. Где ключ? А, ключ потом сверху туда падает. Так что я здесь не последний раз ходил. Радостно. Ай, нравится. Так, написано ещё, что этот торгаш, которого надо угрохать, иногда сидит здесь у колодца. Никогда исчезает. В той санной локации из этого вонючего бага, который не соизволили исправить эти... А, вон он сидит, в натуре появился. Ёптась. Они, понимаете, они продают патч, эта игра, это вот это вот дополнение, аж шкаляр-грех там, что-то там, это патч. По большому счёту, это патч, который должен был выйти бесплатным дополнением. Они его продали, во-первых, платного, во-вторых, героя надо качать заново. И они не утрудили себя ни разу тем, чтобы исправить баги, которых давно и давно всем, блядь, все знали. Они просто положили на них сверху ксу, блядь, разработчиковский хуец, блядь, и нормально, и заебись. По-нашему. Как будто нашу игру делали, ёптись. Прямо душа радуется. Хуй забит на всё на свете, кроме шила и гвоздя. Шила острое, кривое, хуем гвоздь забить нельзя. Так, выучить жест, опасненец. Кому нужен такой жест, блядь, кто играет таким ссанным червяком, что готов кланяться, блядь, всему подряд, установить лестницу? Эээ, тут я не понял, ты чё, лестницу по ступенькам продаёшь, блядь, чем больше я тебе денег дам, тем длиннее она будет? Пошёл нахуй, вот что. Так, чё ты продаёшь? Прочная дубина. Понятно. Кнут. Сошибись. Когти. Деревянный щит. Маска вора, вора, вора. Пошёл нахер, пошёл нахер. А вот и лестница. За 8 тысяч душ! А может тебе вломить всё-таки, а, дружище? Причём у этой лестницы есть здоровье, блядь, походу. А, нет, это статус игрока какого-то. Ху, не знаю. Радуйся, что мне деньги не нужны, гандон. Это тебя спасает. Вообще, за такие цены надо тебе вот этот меч, блядь, по самую рукоятку в ту завогнать. 30 тысяч душей. Детка, я хочу немножко левела. Какого хрена ты сидишь? Я должен ждать, пока ты встанешь. Ммм, о, ещё немножко силы охереть. Я у мамы богатырь, ё-моё. Кстати, а скейл у моего меча? Ай, 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 ай. Я думал, с будет он, ай, ай, Эх, я моя. Так, а где, где эта долбаная цитадель? А, вот она. Так, я ему сейчас покажу лестницу. Это, он, он поверит, что я его убил. Поштёт меня убить ещё кого-то. Ай, порочный круг. Блядь. Ух, нахуй вы это слышали? Мне, кстати, от другого костра-то сюда попроще. Что, 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 что? А, ну да, в ДЛС, я ж вошёл. Ну и проходить его не стал, когда вспомнил, что там дымный рыцарь тусуется. Так. А это, кстати, вот этот грохот, который мы услышали, это, вероятно, дракон сдвинулся. Он решил сдвинуться, когда пока на него никто не смотрит. И это был большой облом. Чёртово наглое животное. Да, ты можешь, ты можешь как-нибудь, вот, в темпе, в темпе, в темпе. Так. Где там этот хмырёныш? Нет, чёрт возьми, это было ни хрена не дракон. О! Кстати, здесь тоже можно зажечь, и будет ещё одно ПВП, видимо. М-да. Тут факелов-то не напасёшься. Кольцо Рассеивания? Давай. А, тот отморозок трогал меня, пока я сидел тут заперти. А, а он, где он? Теперь в доме, в Мандуле, или всё там же рисует карту? А чё за кольцо? Кстати, Рассеивание какое-то. А, вот оно. От магии, молнии, огня и тьмы. Ха-ха. И что у меня теперь? Защита от огня. 30, блядь, как была, так и есть. Поймёшь, чё она тут? Нихера не обновляется. В общем-то, я хотел у него только кольцо забрать, поэтому я не пойду убивать Кейла. Извини, чувак, но пошёл ты в жопу. Вместе с Кейлом. Так, вместо этого я выпущу очередного злобного духа. Может быть, что-то я за это получу, я не знаю, наконец-то, кроме, блядь, удовольствия в убийствах этих тупых душ, которые вообще нихера не удовольствия. Вот он где. Опять с косой, да ёб твою мать? Чувак, ты мне с мечом больше понравился. Получай. Да-да, твоя очередь. Мутусь. Знаете, в следующий раз перед вот этой хуйней, которую надо поджечь, откуда вылезет страшная бабайка, я возьму на вооружение меч, который травят, и отравлю его, чтобы он сдох. Мне кажется, это будет намного проще, чем рубиться с этой двуручной ёлдой против говноеда, блядь. Что-то иногда ещё и дамаг это не наношу ни хрена. Да, кувырком ты владеешь, и базара вообще нету. Двуручная стойка, блядь, с этим уёбичным мечом, это как с алибардой, блядь, что в момент удара персонаж может повернуться и ёбнуть совершенно в другое место. Это охуительная опция для игроков над джойстиком, чтобы ебались, блядь, потому что, блядь, сука, другого смысла нету в этой хуйте. Вот, вот мой меч, который, блядь, травит всяких пидоров. 112. А у уничтожителя сколько? 67. Нахуй надо. Сейчас, сейчас, блядь, посмотрим, нахуй, кто крутой здесь. Говно вонючее, блядь. Дерьмо кусок. Как же меня бесит, эта цитадель, такая локация оконченная, вообще нечто просто. И духи эти, блядь, на какой хрен они нужны, зачем они вылезают? С них даже не падает, ни хера, даже человеческая фигурка с них не падает. Надеюсь, ты не потушил костер? А? А, о, мои, мои дивиденды. Мне показалось, что лапка дракона шевелится. А ну-ка, давай-ка, сосать выходи. Да ёб твою мать, ты заебал, нахуй. И нихуя он не отравился за столько попаданий, ему похуй. Блядь. Хорошо, блядь. Говно ебанное, подожди, нахуй. Да, блядь, отравление в этой игре, я вам скажу, блядь, просто уникальная вещь, просто полная хуедристика. Я не знаю, на ком-то оно вообще не срабатывает. Хотя, может, я мало раз по нему попал, но просто я видел, что я наношу ему 87 дамага, и это немножко, блядь, отбило у меня желание драться с ним, блядь, с этой саной зубочисткой. Всё же, что слону в жопу, блядь, иголкой тыкать, мне кажется. Да-да-да, я иду. Ой, блядь, какое говно, господи, эти духи, бля, ебучие. Выносливости на три удара, ёптой мать. Три раза ёбнул и заебался, да? Да, попадание, да, ещё одно, сдохни. Тупой урод, и нихера с него не падает, ёпт. И вот я вспомнил, что мне нахер не надо здесь ходить больше. Так, я, кстати, какое кольцо-то снял? Подождите. Доспех дерзости. Ха, доспех некогда кому принадлежал? Кому-то очень дерзкому? Странно. А, ну да. Всё нормально. Так. Нет, это не цитадель. Вот она, блин, настолько тут чёрно-белая нарисована, что выглядит, как пустая клетка, по-моему. в той же цветовой гамме и выполнена. Так. 15 тысяч душ. Даже на левел не нагрёб. Ну, этих за картинами у меня, честно, уже надоело немножко. О, их тут нет. А это чё? О! Ядрись ты конём. Ещё один. Да ёпты. Ну ладно, давай. Не пойду к костру зажигать факел, просто возьму его и зажгу здесь. Может, это последний? Опять с двуручником. Охуя тебе. Пошёл на жопу. Мда. Сейчас дамага я всё меньше и меньше наношу. Причём, не важно, сколько у вас остаётся выносливости после всех ударов там. Даже если там три миллиметра этой зелёной полоски, всё равно этого хватит, чтобы нанести удар. Хотя он требует гораздо больше. Блядь, живучести твоей зави... Живучести твоей позавидует Кощей. Ты ж просто охереть, какой бессмертный. Ну, тип. Так, а здесь ничего не ломается? Нехт. Здесь? Здесь можно факел зажечь. Худительная опция. И что? Я так понимаю, здесь никто не хочет выходить на свободу. Им нравится и так. Всё, заперто, блядь. Да. Раньше, по-моему, всё открыто было, Настя же. Ходил тут как сквозняк, куда хочешь, туда идёшь. Тихо там, нах. Упырь. Видите тела големов? Они же гиганты. С ними тут что-то экспериментировали. А где ключ? Должен был быть ключ от этой грёбанной цитадели. Нихера не понимаю, как тут всё. Зато вот это помню. Отлично. А чё джойстик-то так колбасит? И он выпустил своего жирного друга. Что может быть лучше? Драки с кучей бегемотов. Почему тут закрыто? А мы теперь оп. И в домике. В который эти жирные ублюдки не смогут пролезть. Ядовитых стрел нет. Ядовитые ножики есть. Отличных. Ну я же не дурак, блядь, с ними драться нахуй. В лоб, лоб, в лоб, блядь, с двумя бегемотами. Я уж, блядь, выброшу все свои ножи мимо, причём хуительная точность. Ну ты можешь здесь стоять. Куда ты, блядь, ходишь-то всё время? Чё ты там намазана, блядь? Давай. Пошёл. Пошёл травиться. Я тебе ещё помогу сдохнуть по-быстрому. На замахе помер. Причём, кстати, один из них мне нужен живым. Мне кажется, что мне нужен самый крупный. еле жопу унёс. Куда ты кидаешь, блядь? Куда ты кидаешь? Это наши последние, блядь, ядовитые ножи. Пошёл нахуй. Ну тебя в жопу, блядь, жирная тварь. Да. Сука, долго как-то тут всё. Локация, мать твоя. Ты чё, думаешь, я с тобой закончил? Ты столько ошибаешься. Туша. Честно, даже жалко убивать этих неповоротливых жирных ублюдков. Выглядят они вполне мирными существами. только норовят тебе ввалить как следует. Это да. Пошла месить, давай. Давай. Вот это, кстати, один из самых хитрых моментов в этой цитадели, что эту дверь надо сломать только при помощи бегемота. Блядь, какой хуй это придумал. Это, во-первых, опасно, во-вторых, стрёмно, в-третьих, вообще хуй додумаешься. В-третьих, он чё-то нихера не сломал. А, он теперь сломал. И злил всю ненависть на эту стенку, бедную, несчастную. Да как ты, блядь, попадаешь-то, ёпш твою нахер, блядь, бегемотовскую маму, блядь. Мерзкий, блядь, кусок дерьма. Да-да, и эстус, конечно, блядь. Мы же так нихуя не успеем вылечиться. Я, честно, в замешательстве, блядь, как с ним драться-то. Я, честно, в замешательстве. Почему мой лучистый самоцвет не восстанавливает моё здоровье? А, да, чё тут осталось-то на ударчик. Так, в жопу этого я уже убивал. Да-да-да, кость дракона, но она мне нахрен не нужна. Вообще, костями дракона точится зуб дракона, по-моему. Дубина. Так, но я сомневаюсь, что это мимик. один хер. Зная этого разработчика, здесь какая-то дурацкая дубина, по-моему, была. Уродливый панцирь называется. Да-да-да. В комплекте к моему дубине черепа и ключу вот этому. Так, что это за меня за херня? Уродливый панцирь, уродливый череп, сток все уродливого. Да, скейл от силы Д. Очередная пушка, которая вообще хрен знает зачем нужна. О, он и здесь вход разворотил. О, красавчик, бля. Может, надо было и ту дверь тоже его заставить проломить. Сама-то она, походу, ни хера уже не откроется, да? А, вот, тут еще какая-то дверка. Тоже заперта. Да, видимо, надо, чтобы все это бегемот теперь разломал. Отлично вообще. Это просто сплошная, блядь, мечта кругом здесь. Локация, блядь, я не знаю, выше всяческих похвал, блядь. Сумеречная трава, фемиамшки. Ай, блядь, ёб твою нахуй, блядь, ты заебал меня, господи. Какой пиздец тут творится. Сука, сколько вас там хоть у этого профессора, блядь. Хуй его нахер, блядь. Понаразводил, блядь. Да-да-да, пупсик, блядь, побежали, да-да-да. Давай, мой жирненький, давай, поднажми, поднажми, давай, вот я. Чё, сломал? Чё-нибудь получилось? Нет, нихуя не сломал. Клетку сломал. Ты вот здесь иди, здесь стена толстая, видно, что нихуя он тут не должен ломать. Ну, тогда иди в жопу, блядь, братан. Меня уже задолбало драться с этими, блядь, бегемотоподобными, блядь, жирными ублюдками. Здесь ещё королевский маг Навлан, по-моему, вторгался. А, Гавлан, но это тот и есть, с которым я подружился и для которого я купил эту лестницу. Любуемся красивыми видами, пока это жирное, блядь, недоразумение ёбаное там ходит. И начинается бой с драконом, мать его. Драконий страж. Ну, конечно, это не полноценный дракон, а ссаная подъёбка. Оу, почти схватил. Да как ты, блядь, чё ты пиздишь? Ты не должен был попасть. Вот худшее, что может сделать это урод, это взлететь, блядь. И начать поливать огнём. Не давая тебе встать, конечно же. Да-да-да, хуеньки, хуеньки тебе. Ад по лапкам, ад по лапкам, по куриным, блядь, попал. Какого хуя ты бьёшь? Мимо, тварь тупая, блядь. Фаерболл. А, не, нихуя не фаерболл. Пламя. Я иду, я иду, мой малыш. Тебя не заебала самого, дружище? Ёб твою мать. Хуев ты, лётчик, блядь. И опять он взлетел, ну да посмотри, а. Всё, я достаточно далеко съёпся от него. Фаталити! Да. Этот, этот босс был сложен только когда я здесь с дерьмовым мечиком ходил убить его в этой оглобле и заточенной на молнию. Это просто как два пальца намочить. Блядь, хуй узнать, где этот ключ от этой ссаной цитадели. Я не знаю, куда они, куда они перепрятали абсолютно вообще все ключи в этом прохождении просто вообще заебали они. Думаю, что людям интересно искать по два раза вход в это говно. Я сомневаюсь. Они, я думаю, хотели бы новых боссов, новых мобов, блядь, что-нибудь новое, но только не того, чтобы, блин, вы ключи, блядь, начковали. Думаю, что ебаться с этой цитаделью, пытаясь открыть эти сраные двери, не нравится абсолютно никому. Разработчику похеру. Он, блядь, гнёт свою линию. Не очень умную, надо сказать. Но, тем не менее, если вы в курсе, каким хером открыть эти двери, можете написать в комментариях. Не факт, что я пойду этим заниматься, но всё может быть. Вдруг там что-то интересное придумали. Но. Так, что тут у нас? Нихера. Зачем, кстати, напишите, зачем эти костры было зажигать, убивать этих красных фантомов? Был ли в этом какой-то смысл, кроме как фармить души? Гнездо дракона, да, вообще классно. То ни одного дракона не было, вроде всех убили, то вот они. Да, и ещё и эта манда тут стоит, конечно. Эй, изумрудный вестник. Да, освободил бы тебя в ближайшей пещере пару раз. Чего? Старое перо? И нахрен оно мне нужно? А, чтобы говорить с драконом, наверное, нужно старое перо. Вот оно, да? возвращает вас к последнему костру, которого вы отдыхали, используется несколько раз. Дитя дракона, отрезанное от мира, представило целый мир безграничных возможностей, лишь взглянув на перо. Ху-е-та. По-моему, блин. Зачем нужно дублировать вещи, которые уже есть в игре? Есть кольцо, которое вас вернет к костру и заберет ваши души. Есть кости возвращения, которые вас вернут к костру и ничего не заберут. Теперь перо, это которое тоже вас вернет несколько раз к костру, ничего не забрав. Нахера не нужны? Че это здесь такое? Да, и здесь локация запутанная, запутанная, это на самом деле обратный путь, чтобы съехать сюда, вот по канату, вот оттуда. Можно еще по мостику пойти, а там что-то, блядь, опять закаменевший хер стоит какой-то, на который надо ароматную ветвь тратить. Все-таки утомляет это переиздание меня, е-мое. Так что начнем, жмите, что-нибудь пишите и адьо, Amigos.